Так, этот человек пришел, ну Леонид Васильевич будет смотреть запись. Итак, калибровочная цветовая инвариантность. Значит, и первый пункт у нас здесь будет Лагранжан. КХД. Вот, Лагранжан КХД пишет следующим образом, что у вас, соответственно, Лагранжан. Это некий Лагранжан такой, я сейчас скажу, что это значит, Янга Милса. Значит, плюс, здесь сейчас, вот, здесь Лагранжан Янга Милса. Вот так. Значит, давайте идти по порядку. Про Лагранжан Янга Милса я, наверное, скажу в последнюю очередь. Тут давайте на этот смотреть. Пси – это поля кварка. И мы рассматриваем один флейвор. Соответственно, у нас Пси имеет только цветовые степени свободы. Пси 1, Пси 2, Пси 3. Или там красный, я не знаю, синий, зеленый, как хотите. То есть, вот, у нас есть три степени свободы, которые будут преобразовываться, вот, соответственно, матрицами из этой группы. Вот. Дальше. Это вот, это вот Пси. Соответственно, Пси, Пси с чертой – это Пси крест гамма 0, как обычно. Это лоренцеские индексы, да. То есть, для каждого из этих у нас есть лоренцеские индексы. Вот. То есть, вот каждый из этих спиноров, это на самом деле четырех спинор, да, вот такой. Три без спинора. Двенадцать, да, три без спинора. Здравствуйте. Значит, итак, вот, цветовая калибровочная вариантность группы СО3. Мы пишем Лагранжиан, да. Лагранжиан пишется так, и, значит, что же в нем такое есть. Значит, Пси – это поля кварков, и у них есть цветовой индекс, соответственно, 1, 2, 3, вот тут, который будет преобразовываться цветовой группой. Пси с чертой – это Пси крест гамма 0, да, и вот каждое из этих мы так вот делаем. Соответственно, это у нас строка из… по цвету, так. Хорошо. Соответственно, вот тут у нас Пси – это, да, тут, ну, скажем, Пси – житая напишем. Вот. Где? И – и жит цветовой индекс. Дальше. Вот у нас есть масса, да, тут. Вот. Это масса одного кварка, то есть, вот скажем, у кварка. Она, эта матрица, она диагональная матрица. Вот это вот М, это на самом деле делька и жи, ну, на число. То есть, вот это М – это масса кварка, которая стоит в Лагранжане. Вот. Не она диагональна по цвету. Дальше. Нам нужно… Мы хотим построить калибровочный вариант на Лагранжане. Как в Кэт. То есть, в Кэт мы строили у нас преобразование калибровочной группы, были просто фазы. Мы спиноры помножали на фазы, да, и добивались того, что вот Лагранжан у нас скаляр относительно этих преобразований. Оказывается, что все взаимодействия, которые есть в природе, описываются калибровочными полями. Вышло так. Природа так сложилась. Вот. И это некий экспериментальный факт, собственно. Сначала это было в электромагнетизме. Вот электромагнетизм описывает, ну, явление, да. И это калибровочный вариант на Лагранжане для квантовой электродинамики. Потом люди подумали, ну, давайте посмотрим, какие у нас еще есть группы, и напишем все калибровочные варианты на Лагранжане. Вот. Написали, что называется, прослезились, и выбрали те, которые описывают эксперимент. В частности, вот, чем они, собственно, будут отличаться? Вы видите, что фактически от КЭТ не отличается ничем, кроме того, что нам какие-то индексы вот эти появились тут и тут. Вот. Эти индексы появились потому, что группа, ну, не Абелеву. То есть это уже матрица, они просто числи. У нас получается, что в природе вот есть КЭТ, то есть это группа У1, да. Вот. Есть КХД, это группа СУ3. Но есть дальше слабая теория, там будет группа СУ2. Есть еще гравитация, там другая группа. Вот. Но, тем не менее, вот этот принцип, он, как ни странно, везде работает. Вот. А групп-то много, на самом деле, да. Вот. Ну, вот. Но пока взаимодействия всего четыре. А много вообще каких-то теорий поля, которые вот не сделаны при помощи вот этих хлебовочных преобразований, но при этом дегенормируемые люди? В целом, как и видит, вот много вообще таких примеров? И просто, если ты забросишь? Не, ну, вот есть скалярная теория какая-нибудь поля там, да? Скалярная лапа, это как-то неинтересно, а что-нибудь послажнее. Послажнее, есть разные там экзотические теории, например, там, я не знаю. Вот тут вот все теории, вот это линейное по производным, да? Ну, вот это квадратичное по производным, ну, как в КЭП, да? Вы же можете написать еще что-нибудь там по производству, да? То есть написать можно много чего. Вот. Но пока природа не отвечает взаимностью всем этим записям. Ну, там, как бы, если степень атерапия слишком большая, то он не будет перенормируется. Ну и что? Ну вот гравитация не перенормируется. Нет, ну как это? Это в гравитации, ну и что? И как бы я не понял, не видел, что бы там вылетели. Ну и не перенормируемый. Ладно, ну и что? Ну, Леня, ты же не взлетаешь. Нет, это значит, это не теория. Это так, это некая... Нет, 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 это, как ни странно, работает. То есть есть несколько принципов, безусловно. Вот Леонид Васильевич говорит, что есть еще принцип перенормируемости. Вам говорили о нем в КЭП или нет? Не говорили. Ну, я скажу тогда, когда я вот полностью расскажу, что это за Лагранжан, что какая буква значит, я тогда немножко скажу про перенормировость, чтобы было ближе, непонятнее. Так, что я делаю? Ну, перенормировки-то у вас были немного? Ну, чудесно. Значит, так это я все сказал. Значит, хорошо. Ну и что, собственно, как мы делаем? Значит, в Си, при преобразовании скальброшенной группы в цветовой, оно переходит в некое ПСИТЭТА. Я уже говорил, да, вот УТЭТА на ПСИ. Где УТЭТА, это Е в степени. Ну, я условно буду говорить. ПСИТЭТА, ТЭТА, ТЭТА. Ну, я С писать в дальнейшем не буду, поскольку с флэйворами еще очень долго, я работать не буду. Вот. Значит, некая матрица из группы СУ3. Мы помножили наше поле, получили новое поле. Вот. Соответственно, ПСИ с чертой переходит ПСИ с чертой ТЭТА равный ПСИ с чертой на УКРЕСТТЭТА. Вот. Ну и понятно, что вот это мы говорили, обсуждали Тензор Инвариантный в группе. Значит, УКРЕСТ ушли. То есть, вот это вот слагаемое, оно прекрасно, калибровочный вариант. Вот. Вот это в свободном поле Дерака, тут стоит обычная производная, да? Вот. А тут мы ее должны как-то удлинить, чтобы калибровочный вариантности удовлетворить. Вот этот член, как он будет преобразовываться? Соответственно, ПСИ с чертой ДПСИ, он у нас куда будет переходить? Он у нас будет переходить в ПСИ с чертой ТЭТА. Нам бы хотелось ДТЭТА, соответственно, ПСИ ТЭТА. Если мы так сделаем, то у нас это будет, калибровочный вариантный кусок. Ну, отсюда нетрудно видеть, как наше Д должно преобразовываться. Понятно, что вот эта гамма-матрица всей, вот эти вот черты, да? Они, так как это прямое произведение, они живут в отдельном пространстве. Вот сейчас я говорю только про цветовое пространство. То есть, Д должно переходить в ДТЭТА, которое есть УДУ. Ну, и, значит, надо нам вот тут вот написать крест, судя по всему. Потому что тогда я сюда подставлю. У меня вот то у крест с этим у сократится, ну, и здесь тоже сократится. Вот. Ну, и давайте. Значит, если я так сделаю, то я должен... Я должен написать, что такое Д. Значит, Д мю. Это у меня будет Д мю минус Лжи. А мю? Некое, да? Это матрица. Вот. Значит, так же, как в электродинамике, только теперь матрица. Значит, матрица по цветам? По цветам. И у кого это? Где здесь цветовый? Хорошо, сейчас напишем. Значит, индексы тут такие. Вот тут вот будет Д мю, Ль, Т и Жи. То есть, это единица стоит, да? Минус И, Ж, А, А. Т, А, у нее те же и Жи. То есть, я могу вот тут вот, в принципе, писать и Жи, да? Вот. Это такая матрица. Потому что ПСИ – это матрица, да, в смысле, столбец и эта самая строка. И, соответственно, должна быть матрица. Вот. То есть, для Д. У этого У4 потенциал еще не будет. Да, у него появляется и... Так, вот тут был мю где-то, да? Вот. У него есть мю, есть А. И я это все-таки случай. Это ниоткуда не следовало, это ты так просто нарисовал. Я хочу, значит, удлинить, ну, тут обычная Деста. Да, хочу ли? В том, что это не следствие, ты просто написал, и сейчас покажешь, что у нас все получится. Я ее удлиняю как-то, чтобы она у меня, значит, моя большая производная. Да, если ей написать, это как бы не следует. Ты просто написал? Я ее просто написал, да. Я могу говорить, что, ну, вот смотрите, тут же у меня стоит производная, она будет действовать сюда, да? Вот. И когда я буду преобразовывать вот так вот поля, да, она будет действовать на У, да? Это будет некая добавка к, ну, производной. Вот. Чтобы ее скомпенсировать, я обведу какую-нибудь функцию, вот А, да? Ну, я просто говорю, можно так рассуждать, можно говорить, вот давайте мы такой объект введем, который будет преобразовываться вот так. Это, кстати, что за преобразование? Не понял. Ну, по повороту матрицы. Не, это все замечательно. Представление, это какое? Вот Д преобразуется, по какому представлению? По сопряженному вот это преобразуется. По присоединенному? По присоединенному, да. По причине я сейчас, конечно, не вижу. Я вот не понимаю, что присоединенному. А я вам говорил, что вот Пси преобразуется, значит, у Пси, да, это фундаментальное представление. Пси, там, я не знаю, крест преобразуется, у Крест, да, это антифундаментальное. А представление, построенное на генераторах группы, оно преобразуется так, что вот было некое, ну, Д, да, оно переходит в У, Д, там, У, Крест. Вот это присоединенное представление. В смысле, Д вот это? Любое, любое. Я там вам Ф, по-моему, писал. В смысле, тогда вот Ф это или нет, потому что присоединенное представление? Да, да, да. То есть, Ф это, ну, вот закон, да. Я вам потом говорил, что Ф это что-то типа там, ФА, ТА, да, вот. И на самом деле на ФА можно тоже ввести матрицу, которая будет 8 на 8, а не 3 на 3, которая будет их преобразовать. Ну, мы сейчас это сделаем. Вот, значит, итого, вот если я такую производную длинную ввожу, то вот мой закон ее преобразования, да. Вот, отсюда я его просто подставляю сюда и смотрю, как у меня будет преобразовываться поле А. Так, значит, итого, как у меня будет преобразовываться поле А. Значит, вот Дмю минус ИЖ А. Значит, когда я буду писать просто Амю, это будет означать, что это вот с Т-матрицей свернуто, да. Вот, значит, вот это у меня переходит в У, ТТА, Дмю минус ИЖ А, У, Крест ТТА. И это должно быть Дмю минус ИЖ АТТА, да. То есть вот отсюда мы можем найти вот это самое АТТА, как функцию вот этого А. Вопрос, спрашивайте. Там у свертка, да, полу-маленькая А? Где? В здешней формуле. Вот это свертка, да, всегда. Хорошо, ну вот здесь я индексы нигде не написал, но это президент трех матриц, да. Хорошо. Соответственно, когда вот эта производная будет, она будет действовать как на матрицу, так и дальше, да. Вот когда она будет действовать дальше, это будет вот эта производная. Они вот в этом равенстве сократятся. А когда она будет действовать на У, это останется. Соответственно, Амю же это, это будет что? Я вот на минус и g все поделю. У меня получится у θ, дмю, у крест, θ. То есть тут минус и g. Это я вот этот кусок взял. Значит, он действует только сюда, дальше не действует. Вот, тут минус и g сократятся. Это останется плюс у θ, а мю у крест, θ. То есть для А вот такой закон. Я могу его написать немножко красивее. Это будет, как я его пишу, красивее. Ну, красивее, красивее. Значит, наверное, вот так. Вот это дмю, дмю, дмю. А, ну это я буду просто переписывать. Тогда я не знаю, потом. Вот, это закон, да? Вот давайте теперь сделаем разложение. Вот у, это вот такая матрица. И мы ее разложим до первого порядка по θ. То есть инфантизимальное преобразование, напишем. Вот это полное преобразование для всех у таких вот прям матриц из группы SU3. А если мы в окрестности нуля будем смотреть, она нам тоже пригодится. То это будет вот что. Единица на минус и g. Значит, вот первая матрица. Это единица плюс и θА, θА. Да? Потом, 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 потом стоит дмю, дмю. Значит, тут стоит минус и g, а, мю, там, b, d, b. Вот тут стоит единица минус и θС, θС, да? Вот. Это примерно равно. Вот. Вот, вот. Значит, ну хорошо. Значит, будет, тут будет дмю. И вот это я вот это взял. Значит, потом. Тут будет плюс. минус и θА, а, b, значит, минус g, θА, θА, θВ коммутатор. θВ коммутатор. Вот. Что-нибудь еще будет? Да вроде не будет. Вот. То есть я беру члены до первого порядка по θА. Вот. Можно, пожалуйста, еще раз подниматься. Как мы получили преобразование для А? Значит, мы говорим, мы требуем, чтобы преобразование для D было таким. Так? Требуем. Вот. Соответственно, D θ, то есть что такое D? D это производная плюс и жА. Так? Значит, D θ это производная, ну, минус и жА, да? Минус и жА новая. Так? Вот. С другой стороны, это U на D старое, где А старое, на U. Вот. Соответственно, я производные, я должен выразить вот это А, θ через вот это А. Когда я вот этой производной действую сюда, я один раз действую на U, второй раз действую дальше. Когда я действую дальше, это вот эта производная. То есть они сократятся. Соответственно, а потом мы просто на минус и ж поделюсь. Вот. ТА, ТБ это И, Ф, А, Б, С, Т, С. Это я описал в прошлый раз. Соответственно, и того получится следующее. Итого получится следующее. Единица. G минус и жА. Вот. ТЦ я как-нибудь тут вытащу. Вот оно и тут ТЦ есть. И тут ТЦ есть. Дальше. Еще я вытащу, значит, минусы, наверное. Вот оно, минусы у меня тут есть. Вот. И тут у меня минусы есть. И того, что у меня останется. У меня останется, значит, значит, Д мю, Д мю, ТЦ, значит, плюс И, Ф, А, Б, С, значит, минусы я убрал, плюсы Ф, А, Б, С на Ж, на ТЦ я уже вытащил, так, вот еще одно И, на И, ТТА, А, Б, С. Вот. Значит, дальше. Дальше. Я вспомню, что, значит, И, Ф, А, Б, С, это на самом деле, это на самом деле, И, Ф, А, Б, С, это стек, скажем, А, Б, С, да? Помните? Присоединенное представление матрицы. Значит, Т, А, Б, С, мне хочется как индексы переставить, чтобы у меня, значит, Т, это было А. Мне вот так хочется. Это, значит, то же самое, что Т, Б, С, А, да? Со знаком только, наверное. Значит, если я переставляю, мне хочется С1, я его раз-два сюда, знак не изменился, потом А сюда, знак поменялся. Вот так. Да? Вот, итого. У меня получилось соединиться на И, Ж, Т, С. Тут Д, Мю. Значит, И, Ф, А, Б, С, это минус И, Ж. Значит, минус И, Ж, Т, Б, А, Б, на тета, С. Тета, чего там? А. Я могу здесь написать дельта. А, С, А, а тут С, А. Так, хорошо. Или это Т, С на И, Ж. Вот это вот что такое, что внутри написано? Это на самом деле вот это, да, только генераторы другие. То есть это удлиненная производная, но в присоединенном представлении. Вот, то есть это вот Д, опять-таки, с индексами Д, Мю, там, я не знаю, с индексами ФТА на тета. Вот. Правильно? Ну, не знаю, сейчас. И, а вот мы и сократили, да? И сократили. Вот. Это что было? Окей. Найдите ошибку. Там и лишнее. Нет, это не надо. Есть. Это все нормально. Где? Скобки, вот, последняя скобка. Здесь? Нет, нет, нижняя. Здесь? Нет, еще нет. Здесь? Так, И и есть. Ну, у меня одно И, это ИФ, А, Б, Ц, а второе И, это ИТ, а вот оно. Вот, вот. А это тут? Когда мы переписали, А, Е, так все. С, и нормально. Короче, ошибка, так как лица. Да нет, все просто. Вот смотрите, я три скобки перемножаю, да? Я просто забыл главный член. Вот когда я единицу помножу на А и на единицу, ну А-то само останется, никуда не денется. То есть вот тут вот нужно написать вот это все, это добавка, которую мы ищем. Вот, а на самом деле плюс просто А, Б, ну и она так ходит. Плюс АМЮ, ну вот тут вот плюс АМЮ. Вот, то есть инфинтезимальное, вот это преобразование полное в группе, да? А инфинтезимальное будет выглядеть так, что АМЮ. АМЮ, это АМЮ старое, вот которое из единицы пришло, плюс вот это, плюс единицы на G. Дмю на Т, значит, ну, как это лучше, ТЦ, да? С А Т, так вот. Вот оно. То есть вот у нас две формулы для преобразования А. Маленькая и большая. То есть суть всего, что сейчас было, это просто мы вводим какое-то поле и смотрим, какие у него свойства должны были быть, чтобы у нас была калибровочность. Именно так. То есть мы говорим, мы хотим калибровочную вариантность, тогда мы должны удлинить производную каким-то полем, поле это будет преобразовываться вот так. Это поле называется полем глионов, ну или калибровочным полем вот в группе СУ-3. И сколько этих полей, вот видно, да, что мы вот это А раскладываем по генераторам. Да, генераторов у нас сколько? 8, да, правильно, соответственно, полей 8. Поэтому если вас спросит кто-нибудь, сколько у вас глионов, вы скажете смело 8. А если вас спросят почему, вы скажете, потому что генераторы в группе СУ-3, 8. Вот. Итого, значит, а, это поля глионов. Вообще вот эта информация, что глионов 8, кроме вот такого чисто математического смысла, какой-то физический есть или нет? В смысле физический. Ну в смысле я не знаю. Вы другую группу возьмете, будет... Нет, ну вот, например, про вот эти вот кварты, да, говорят, что, ну, вот вам есть именно заряд, да, цветовой заряд, да. И вот они заряды пришли, а здесь что? Это 8 и другие заряды, или что это? Просто как глионов не слышал, чтобы глионов говорили, что у них 8 зарядов, да. Так, давайте мы вернемся минут через 10 к этому вопросу. Сейчас вот это расскажу. Вот. Значит, итого, вот этот кусочек, отвечающий за кварки и взаимодействие с глионами, мы написали, да. Вот. Итого, что у нас есть в этом Лагранжане. У нас есть, как они взаимодействуют. Вот так, то есть минус и G, да, вот тут стоит. Вершина, соответственно, будет минус и G на Та. Так, и все. Так же, как в электродинамике, единственное, что добавится Та. Так, это понятно? Вот, в вершине. Хорошо. Давайте теперь самодействие вот это вот смотреть. То есть это Лагранжан свободного поля глионов. Значит, он называется Лагранжаном Янгом Милс. Да. Значит, хорошо. Что такое F? F меню. Вот там стоит А, да. Я его могу так же, как и поле глионов на Та помножить и просто писать F меню. Да. Вот. Это то, что называется тензор напряженности поля, да, или, если быть, уж совсем кривизна. Вот. Значит, теперь, как он пишется? Это коммутатор по построению демю-демю. Вот. С каким-то коэффициентом? Ну, обычно коэффициент или минус G. Сейчас я посмотрю, что я выбрал. Значит, и коэффициент у нас минус G. Вот такой. Вот. Можно взять, раскрыть и написать, что это будет. Коммутатор просто производных производных коммутирует. Соответственно, будет что? Будет единица на минус G. Демю минус G один. Демю минус G один. Вот. Здесь эти производные коммутируют. Значит, останется что? Останется Демю Аню минус Демю Аню так же, как в электродинамике. И еще это мы производно коммутировали с полем. Вот. Но еще у нас вот эти поля, это теперь матрицы, да, они помножаются на генератор, а генераторы не коммутируют. Поэтому еще будет вот что. Плюс единицы на минус G. Значит, ну тут минус G в квадрате. Ну я просто минус G напишу. Минус G. Значит, тут будет Амю Амю Итого можно написать ответ. Демю Аню минус Демю Аню Вот. Значит, тут у меня минусы, тут и, соответственно, будет плюс. Амю А Амю Б. Вот. Это формула для F-меню. Да? Очень хорошо. Теперь, что можно сразу сказать, что вот тут нам два F-меню перемножить надо. Вот. Когда мы их два перемножим, когда мы будем перемножать вот эти члены с производными, да, у нас будет вот нечто типа Лагранжана Кэт. Вот все как было, только их будет там восемь штук условных, да? Вот. А когда мы будем перемножать вот этот кусок на этот кусок, ну, из одного возьмем вот этот кусок F, из второго вот этот кусок возьмем, то у нас будет три поля. А. Что даст нам вершину взаимодействия и самодействия глионов, так? То есть у нас будет два глиона и переходить в один. Вот. А когда мы вот эти будем перемножать из каждого, у нас будет вершина взаимодействия с четырех глионов. Вот. Итого. Теперь у нас могут и глионы с глионом, и кварки с глионом, и кварки с кварками. Ну, кварки с кварками могут через глионы, да. Через глионы. Вот. Соответственно, почему так вышло? А так вышло, потому что группа Неабелева, потому что вот эти два АК не коммутируют. Поэтому, если у вас в любой теории группа Неабелева, то сразу у вас возникает взаимодействие калибровочных полей, самодействие. Вот. И, соответственно, поля Янг и Милса – это просто поля с некой такой вот группой. Хорошо. Итого мы сразу знаем, что у нас есть вершина кварк-глион и тройная четверная вершина глиона. Их отсюда можно сразу прочитать. Вот. Ну, я немного попозже буду более-менее аккуратно в правилах именно выводить. А сейчас просто понятно, что они есть, да. Ну, и коэффициентик сразу. Ну, эта вершина понятна какая сразу, да. Что там просто так, как в электродинамике, только на ТА помножится. Вот. Значит, вершина тройная какая будет? Там будет три поля. Да? Тройная – это когда, типа… Будет вот такая вершина, будет вот такая вершина, и будет такая вершина. Значит, тут одно поле А, два поля Пси. Так? Тут три поля А. Вот из одного Ф вот два поля. Из второго Ф – ну, вот одно из этих пойдет. С – производная. Производная – это импульс. То есть, вот здесь в вершине будет стоять, значит, эти самые… Ну, векторополяризации импульс, какого-то там из них. Ну, оно понятно будет как-то симметризовываться. А здесь будут просто стоять эти самые… Это будет некий же квадрат, да. Вот. Я их подробно выведу. Но сейчас это просто. Вот они такие есть, да. Хорошо. Это мы проговорили про Ф. Теперь, как преобразуется Ф при преобразовании группы Су-3? Значит, вот так преобразуется Д. Соответственно, Ф переходит в Ф-тета, который равен чему? Значит, он… На минусе же он как был, так и остался. Это коммутатор деню. Деню. Вот. И мы должны вот тут написать У-Крест. У-Крест этого есть. Понятно, что когда я коммутатор буду раскрывать, вот те, которые будут вот рядом стоять, они умрут. Вот. В итоге это будет У-Тета-Ф на У-Тета-Крест. Останутся только те, которые сзади, да. Ну, в смысле, с обеих сторон. Вот. После чего вот эта вот штука, значит, Эльон Гмилса, я ее могу как написать? Я могу написать как след. Ф-меню, Ф-меню. В каждом из них есть Та. Ну, скажем, тут вот есть Ф-меню А, Та, тут Ф-меню Б, Т, Б, да. Соответственно, у меня получится след Та, Та, Т, Б. След Та, Т, Б – это 1, 2 дельта А, Б, да. Вот. Поэтому вот тут мне нужно написать минус 1, 2 для Лаганжана и Ангемилса. Вот. Этот след при преобразовании калибровочной группы переходит куда? Это след вот таких произведений. В силу цикличности следа, да? Можно переставить. А, у меня получится 1, 2. След У-Тета, Ф-меню. У-Тета-крест, У-Тета-ф-меню, У-Тета-крест. Сейчас я лишний сотру. У-Тета-ф-меню, У-Тета-ф-меню. Я про то, что когда мы сворачиваем по А, то у меня есть единственное положение, как это было. Что значит сворачиваем? Ну, в смысле, тут же идет свертка. Тут идет свертка. Но, смотрите, вот это что? Это Ф-меню А, Та, да? Ф-меню Б, Т, Б. Я беру след. А след Та и Р по А. Это коэффициенты, а это матрицы, да? Коэффициенты я за знак следа вытащил, и след взял от матрицы. Трейс по трех, то сказать, по цветам. Трейс по цветам, да. Я не знаю, вы должны были доказать, что присоединенное представление действительно. То есть мы там его особо не различаем. Что у креста это у транспонированное просто. Вот. Поэтому мы его вверх-вниз, ну, как удобно пишем. Вот. Значит, итого. Эти вымрут, эти за счет цикличности следа вымрут. Соответственно, Лагранжан Янгомилс инвариант относительно группы Су-3. Итого, мы показали, что вот такой вот, значит, Лагранжан у нас является инвариантным. Относительно группы Су-3. Значит, теперь мы можем сказать, ну вот, мы хотим инвариантность, мы ее добились, да? А можно ли еще какие-нибудь члены инвариантности сюда написать? Ну, на самом деле, можно сколько угодно их сюда писать. Единственное, что, если вы будете сюда дописывать члены... Ну, какие члены можно дописать? Можно. Значит, ну, с кварками дело обстоит ровно так же, как в Кэде, поэтому я их трогать не буду. Вот давайте на Голиона смотреть. Значит, вот F-меню, F-меню. Я могу написать там 4 F-меню, да? И как-то их свернуть там индексами. Ну, сверну и будет. Утверждение состоит в том, что... Какова размерность поля А в единицах массы? Какова? Ну... Ну, да. Тогда у Пси получается 3 фаренда. У Пси 3 вторых. У А, соответственно, у нас есть 4 углеводная вершина. Соответственно, 1, да? Вот. Соответственно, тут будет размерность, там, я не знаю... Вот тут она была бы 4, да? Ну, вот тут она 4, и все чудесно. Соответственно, коэффициент, который будет стоять при ней, он безразмерный. Ну, то есть, это некая константа связь, да? Вот. Если я взял еще сколько-то полей добавил, то коэффициент, он должен компенсировать эту размерность. Что? Даже в 4 тогда уж. Ну, потому что их тут вот... Тут их 2, да? Вот. А утверждение состоит в том, что члены, у которых размерность, ну, или константы связи, которые нам неизбежно надо будет написать перед ними, у которых размерность, соответственно, отрицательная в единицах массы, да? То вот такие операторы, которые перед ним будут стоять, ну, то есть, это некие операторы, да? Они будут не перенормированы. Не перенормированы, это означает следующее, что вы вот петли посчитали некие, да? Вы... Вот у вас там несколько констант есть, да? Вы какие-то... Вычли там какие-то расходимости, да? И, ну, я не знаю, перенормировали то, что называется там массу, заряд и вот эти все константы. А в следующих порядках считайте снова, и вам приходится... Вы не можете вот в эти вот константы внести все расходимости. Вам нужно какие-то новые вводить контур-члены. Вот. Поэтому ваша теория в этом смысле особой, ну, предсказательной силы некой не имеет. Потому что вам на каждом петлевом этапе нужно вводить новые руками, значит, члены. Это одна проблема. Но эту проблему, например, не решает следующее. А... Вот я сюда могу честненько так добавить вот такой член. F-menu-a, F-alpha-beta-b, F-fil-an-t-a, mu-nu-alpha-b. Могу вот сюда добавить. У него размерность точно такая же. Так? И в этом смысле, если уж это перенормировано, то это будет перенормировано, да? Спрашивается, а почему его здесь нет? Это... Это не будет ноль. Хотя могло бы так показаться, да. Вот, это не ноль. Например, в хейде от этого можно избавиться сразу, так сказать, проинтегрировав по частям неким образом. А тут нельзя, из-за того, что тут вот лишний член есть. Значит, это P-нечетная часть, так? Но у нас экспериментальные факты нам говорят, что в сильных взаимодействиях подчетность сохраняется, поэтому мы его не пишем. Вопрос, а с чего вдруг вот тут вот ноль, да? Это же некая константная связь, так? Если мы пишем все, скажем, перенормируемые, ну, то есть с определенной размерностью, да? Калибровочные, инвариантные. Калибровочная инвариантность у этого будет такая же. Ну, понятно, да? Это цветовая группа, которая Клоренциско не имеет в машине. Вот. А. Да? Вот. Это некий вопрос, на самом деле открытый вопрос теории сильных взаимодействий. На него есть там разные ответы, вот, о которых, может быть, мы поговорим. Вот. Но пока его нет. Итого, вот это Лагранженко-ХД, он ненавариантен относительно цветовой группы. СУ-3С. Вот. Вопрос. И я пойду дальше. Ну, сверните их так хорошо. Но в любом случае у вас размерность уже будет лишней. Потому что размерности 2F уже 4. Дальше некуда. Вопросов нет. Есть, да. Его можно связать с дипольными моментами, значит, элемент, ну, там, пиона, скажем. Нейтрона и так далее. Да-да-да, вот нейтрона. Вот оттуда просто этот член, ставится на него предел, и там какие-то что-то типа 10 минус 10, что ли. Ну, я могу посмотреть, я это в прошлом году рассказывал. Ну, это очень хитрый член. Он связан, на самом деле, и со слабым взаимодействием. О нем успеем поговорим. И с аксионами может быть связан. Если вы, грубо говоря, вот это вот число, которое там стоит, будете называть полем неким. Это будет, ну, в некотором смысле, поле аксиона. Вот, значит, логрожанка ХД мы описали. Вот, следующее. Вильсиновские линии. Это у нас все приброшено в вариантность. Вот, значит, вильсиновские линии. Значит, смотрите. Вот то, что как мы строили логрожанка ХД. Мы говорили, что давайте построим некий объект калибровочным вариантом. Вот, и объект был локальный. То есть все поля, которые в нем, они в одной точке. То есть Пси от Х, там, да, А от Х, и Пси с чертой от Х. Вот все в точке Х и все. А вот если у меня есть, скажем, мизон, да, у меня вот кварк в точке Х, а антикварк в точке Y. Вот как мне из глеонов и кварков написать объект, который калибровочный инвариантен. Ну, мизон существует, да, в природе. Вот, но эти поля не в одной точке. Если я просто напишу Пси с чертой там от Х, Пси от Y, это не инвариантная величина, потому что вот это преобразоваться будет матрицей У в точке Х, а это в точке Y. Это вообще, говоря, разные матрицы. И все. Да, я забыл сказать, что это локальная группа, да? А? Пси от Х минус Y. И что? В силу там трансляционной инвариантности это будет более-менее там Пси от Х минус Y, Пси от нуля. Ничего не изменится. Ну, с точностью такого-то там может. Просто изменится. Тогда это будет локальный член, они будут сразу в одной точке. Все. Вот. То есть, нелокальные объекты, которые обладают приброчной инвариантностью, строятся из того, что называется Вельсиновские линии. Итого, Вельсиновская линия по определению, ну, вот я ее буду писать У, С от Х, от Y. Значит, вот у меня есть точка Y, вот у меня есть точка Х, вот у меня есть контур какой-то С. Вот. Значит, вот это У, С от Y к X. Оно зависит, соответственно, от начала контура, конца контура и само контура. Это то, что называется вот такая вещь. От Х до Х. Что здесь такое? А, это вот то самое полиглюон. Так. Тут имеется в виду, я не написал, да, это вот такая матрица. Значит, ну, Е и Ж, это обычный экспонент, это обычный интеграл по контуру. Только от матрицы. П, это то, что матрицы, вот это матрицы, да, вот это, вернее, матрицы, и они стоят упорядочены по этому контуру. Так. То есть, помните, у вас была Т-экспонента? Т-экспонента. Там все матрицы стояли упорядочены по времени. А здесь у нас аргумент вот этого поля, это, ну, Z, то есть, вот, которое ходит по контуру. Так. Вот, соответственно, они упорядочены по контуру. Если мой контур идет чисто по времени, по оси времени, да, ну, то есть, время меняется, а остальные координаты не меняются, да, то это будет Т-экспонент обычно. Так, понятно или непонятно? Спрашивайте, что непонятно. Вот я, например, разложение напишу. Единица, да, плюс G. Первый член понятен, да? Второй член. Соответственно, от X до Y, от X до Y, Z1, Z2. Вот тут у меня будет стоять A, значит, ну, вот P я напишу вот A, Z1, A, Z2. Вот, что там? То есть, если вот это P убрать, это будет убедить, что там? Т-да функция R1, минус R2, там, плюс еще что-то. То есть, вот это, это просто, значит, это, A, M, от Z1, A, M от Z2, Z2. Когда у нас, соответственно, Z1 больше, чем Z2. Ну, по-хорошему, я должен ввести на этом контуре параметризацию, да, какую-нибудь L из 0,1 в вот этот контур C, такой, что, я не знаю, L от 0 это X, L от 1 это Y, да, и тогда написать вот это так. Это значит, есть степень же, интеграл от 0 до 1, DT, тут у меня будет, ну я L, ну хорошо, L, NU, AT, с точкой, то есть, DL, NU, по DT, на АМЮ от L от T. Вот, написал и напишу T, раз вы любите T. То есть, вот это у меня некое T время, да, вот я T-экспоненту вот такую написал. Понятно? Вот, ну а дальше все, что вы знаете от T-экспонента, применяете и все. Вот. Так, понятно или нет, это некий важный этап. Так, почему мы захотели так сделать? Про это я не знаю. параметризацию. Значит, смотрите, я просто на этой линии ввел какую-то параметризацию, такую, что, когда мой параметр равен нулю, это у меня X, а когда единица, это Y. Спросите чего-нибудь. почему мы захотели такой объект? Сейчас я объясню, почему. Он будет хорошо преобразовываться при калибровочном преобразовании. А что такое нелокальный объект? Вот это нелокальный объект, он зависит не от одной точки, а, грубо говоря, от контура, от нескольких точек. Там произведение, или там, стоят Y и X просто. Это запитая. А физический пример, ну, например, я не знаю, вот я говорил, мизон, да, ну, это очень упрощение, из тяжелых кварков, да, вот стоят два кварка, они же не в одной точке у вас стоят, так, они у вас стоят в разных точках, вот, но тем не менее, это объект калибровочный вариантный, это некий протяженный объект, так, вот, вот так, ну, и вы же можете и по времени тянуть, да, вот, то есть, любая там S-матрица, это в некотором смысле, я надеюсь, что сегодня мы это сделаем, да, вот, так, хорошо, вот, значит, по экспоненту или вильсоновской линии, она имеет начало, конец и контур, по которому она упорядочена, вот, давайте посмотрим, что будет, если я эту вильсоновскую линию продифференцирую, вот если я возьму D, по ZY, вот, вот этого, что я получу, то есть, я вот по концу, да, буду дифференцировать, если я так продифференцирую, то, ну, что я получу, у меня интеграл слезет, и у меня будет перед ним A от Y, вот, собственно, и все, у меня получится Aμ от Y на OC от Y хорошо, вот, я перенесу это в эту часть, а, не все, тут еще и G, видите, да, и G, я перенесу это в одну часть, у меня получится D по DYμ минус G от Y от Y равно 0, узнаете вот это? это D, соответственно, это у меня все равно, что написать D, но я вот тут буду Y писать, потому что у него два конца, X и Y, да, я по Y дифференцирую, от UC от Y к X равно 0, то есть, вот, в Вильсенской линии, какой бы там контур не был, там, и начальная точка, вот, вот, по конечной, она удовлетворяет уравнение, да, соответственно, я могу точно так же написать уравнение на начальную точку, то есть, по X продифференцировать, но с этой стороны, да, вот, какому начальному условию она удовлетворяет? UC от XX, то есть, если я по этому контуру пробежал обратно и встал вот здесь, то есть, контура нет, да, это единица. Еще раз, можно, два, три, четыре? Если, ну, я про петли пока не говорю, вот, если у меня, вот, просто контура нет, то есть, это начальная точка совпадает с конечной точкой, то вот этот интеграл, он просто равен нулю, да, и у меня остается единица. Вот. Вот такое замечательное у меня есть выражение. Теперь, а давайте я сделаю преобразование калибровочное вот над этим уравнением. Соответственно, я хочу понять, как преобразуется моя бельсиновская линия, да? Она у меня преобразуется следующим образом. Вот я преобразую все вот это уравнение. Как D преобразуется, я знаю. Значит, что у меня будет? У меня будет вот это в точке Y, ну вот от Y, значит, D мю от Y, тут я напишу вот это крест от Y, вот, а тут напишу вот это от Y, вот, на U от Y, то есть я что сделал? Я вот сюда ставил две матрицы, да? Ну, и с этой стороны помножил. От того, что я это сделал, равенство нулю не изменилось, да? Равенство нулю не изменилось. Вот, но теперь я вот в этом узнаю D, это от Y мю, да? Преобразованное D. Спрашивайте. Вот. А тут я просто возьму и помножу вот так. U θ от X крест. Вот просто захотелось мне пока. Опять-таки, равенство нулю не изменилось, да? И вот это назову U C от Y к X θ. Вот. И скажу, что вот это у меня на самом деле, это преобразованная вельсиновская линия. при калибровочном преобразовании с группой Су-3. Почему? Потому что она удовлетворяет тому же уравнению, да? Потому что это все равно, что D θ на U θ равно нулю, да? Начальному условию тому же удовлетворяет. Потому что если Y равно X, то вот это становится единицей, да? Вот эти матрицы тоже Y и X одно и то же, они склопнутся в сторону единицы. То есть это удовлетворяет тому же уравнению вот с тем же многоначальным условием. К этому есть, так сказать, это не строгий вывод, это показательство, Вот. Можно сделать строже, но дольше. Вот. Итого, то есть вельсиновские линии преобразуют в так. У вас есть начало и конец. если вы хотите... Да. Первая матрица вот это от Y, это от Y, это от Y, это от X. То есть мы от Y от Y это мы хотели преобразовать D Y, да? Потом прописали единицу внутри, между D Y и C, а потом руками просто умножили на X. Если хотите, я взял вот это, сюда вставил единицу, тут руками с этой стороны помножил и с этой стороны помножил. Сказал, что ну смотрите, вот это стало D Theta и тут некий объект, который удовлетворяет тому же уравнению, но после преобразования. А почему там X? А, это уже от X и Y так получается. Или я первая от Y? Еще раз. Первая вот, какой у нас? И Y посмотрите, вот тут координаты Y, я все с этой стороны делаю про Y, тут координаты X я делаю про X. А почему так по X? Потому что конец у нее в X. Потому что здесь это я просто помножил, да? Я могу сказать, а вот давайте я буду дифференцировать по X. Когда я буду дифференцировать по X, уравнение будет таким, что тут будет с этой стороны и A от X. И все вот это проделать. Тогда у меня естественным образом производная D будет с этой стороны действовать. Я с этой стороны также буду делать. Вот. Ну, например. Еще вопрос. Значит, вот это вельсенские линии. теперь, зачем они мне нужны? Из них я могу строить калибровочные вариантные объекты нелокальные. Вот я уже говорил, да? Что вот если у меня есть поле Psi, вот у меня есть точка X точка Y. Вот. И, скажем, мне хочется построить Psi от Y какой-то калибровочный вариантный объект из вот Psi в двух разных точках. Я напишу очень просто. Я напишу UC от Y к X вот сюда. Вот. И говорю, давайте сделаем калибровочное преобразование. Как вот это будет преобразовываться? Это будет преобразовываться вот так у крест от Y. Как вот это будет преобразовываться? Это будет вот тут вот будет у от Y тут вот будет у от X. Ну и вот это будет преобразовываться у крест. Крест. У от X все от X. Ну и видно, что они все дружненько сократятся, да? Вот. Вот такой объект это калибровочный вариант. По любому контур. Понятно, да? Вот. Например. Дальше. Дальше, дальше. Дальше скажем. А если я вообще про поликварков забуду и вот такую вот петлю рисую? Вот это вот было и X и Y тоже равно X. Что будет тогда? Тогда будет вот что. У меня будет у некий контур от X X. Вот. Как он будет преобразовываться? Он будет преобразовываться вот так. U от X тета U от X X C. U крест тета от X. Матрица одинаковая. взаимно обратно. Вот эти первые и последние. Понимаете, что я говорю? Нет. Точно? спрашивайте. Ну это U вот это U от X X и просто с этой стороны на U от X помножить, с этой стороны на U крест от X помножить. это матрица. Это матрица. Куда? А. Они не коммутируют. И, ну, как это? Вот там внизу без единицы. Нет. Там было без контура, а тут с петлей. Вот. А как мы тогда сделали на письме? Вот эта штука у нас. Нет, на письме можно это поподробнее написать по контуру. Я еще раз говорю, вот этот вывод он такой с сущностью до петель. Но можно проще, можно по-другому сделать, но это правда. Вот и сделаем может потом. так понятно, что написано и почему оно так написано или непонятно? Нет, ну, в смысле, вы просто взяли и вроде что-то 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 то же самое, что было, и я стала правильнее. А назначим вот этот X, которая там точка близко ну, возьму точку из-за X, а на X4, а потом мигает сон. Тихо. А дальше что? то есть она так превратится и... Тихо-тихо-тихо. Сейчас все будет. Спокойно. Надежда руководит. Значит, вот это преобразование, я его сейчас напишу отдельно. Значит, вот если есть у меня некая U по некому контуру от Y при преобразовании с группой С3 оно преобразуется вот так. Утета от Y на Утета от X крест. Это понятно? Это мы тип вывели. Можно по-другому вывести. Хотите сейчас выведем? Долго будем. Давайте или там Михаил Геннадьевич задание дадим. Лишний раз постараться. Ну, или я вам наколок и да. Значит, и того, вот если я вот эту точку поставил в эту, но контур в ноль не стену, то есть вот вот у меня был X, Y, я просто некий контур оставил, то у меня UC от X вот это перешло. Соответственно, U тета от X UC от X X Укрест тета от X. Вот такое преобразование. То есть вот эти матрицы стали взаимно обратными. Так? В результате. Они стали взаимно обратными. Но так как это не коммутирует, я ее пронести не могу. Но если я возьму след, да, возьму след. Под знаком следа они коммутируют, ну, в смысле, не коммутируют, а переставляются, да, и в итоге это будет инвариант. Это понятно? Соответственно, вельсиновские петли, то есть вот эти следы от замкнутых вельсиновских линий, это калибровочные варианты. Калибровочные вельсиновские петли. Ну, петли же. Ну, петли. В чем проблема? Похожи. След, от зависимости в петли и варь. Ну, хорошо, да. То есть, какие мы объекты инвариантные вот по цвету нашли? Вот такого типа, да? Чисто глюонные вещи вот такого типа петли, да? На самом деле есть еще. Сколько у нас осталось? Куда смутка? На смутках. Полчаса. А, ну, отлично. Да, я не спешу. Значит, вот, тогда я им еще парочку нарисую. Калибровочных инвариантов. Спрашивать ничего не понятно. Пока не особо понятно, зачем мы это делаем, но я думаю, нас ждет что-то. Если сегодня мы успеем, мы выведем потенциал между двумя статическими кварками с помощью петель. Вот. Значит, что еще? вот эта вельсинская линия в каком представлении? Нет. Ну, вот это в каком представлении генераторы? фундаментальном. Ну, чудесно. Значит, фундаментальным. А если я такую же вельсинскую линию напишу, но генераторы сделаю T большие, то есть, это матрица 3 на 3, да? Вот эта матрица 3 на 3, а та будет 8 на 8, соответственно. Когда будут TA большие, T большие это будет вельсинская линия в присоединенном представлении, соответственно. Это в фундаментальном T в присоединенном. А она же наружу от индексов не торчат вообще? Почему не торчат? Вот эта имеет индекс ижи. Это расклад те вред на произведение таких матриц. То есть, от нее торчат эти индексы в конце концов. Вот там, я не знаю, КЛ торчит. это матрица. P это просто знак упорядоченный. Такой же как вот этот T. Так, вот я напишу FA. FA от X. Помните? Что это такое? меню только что писал. Тензор напряженности и так далее. Вот тут я напишу F B. Ну, от Y напишу, раз уж так. Ну и, например, тут тоже меню напишу. Да? Вот. А вот тут напишу U. Сейчас там сколько B? В каких скобках? X, Y. Соответственно, AB. Что нам мешает? Вот это имеет индекс присоединенного представления. Вильсиновская линия в присоединенном представлении, когда вот тут T большой стоит, она между ними встает. И, соответственно, точно так же. она преобразуется точно так же матрицами калибровочного преобразования только в присоединенном представлении. Эти преобразуются матрицами в присоединенном представлении. Это все умирает и получается ровно такой же закон К. То есть, это калибровочный вариант. Вот. Можно это поподробнее сделать. Вот, например, задача вам какая-нибудь. Так. Понятно или нет? Чудесно. Непонятно спросите. Есть еще некие объекты, но о них, наверное, мы пока не будем говорить. Вот. Как это позже узнаете. А? Значит, в Вильсенские линии я неким образом осветил. Вот. Так. Что дальше? А дальше энергия, взаимодействие, значит, ну или потенциал потенциал между двумя статическими кварками. Энергия, взаимодействие. То есть, вот стоят у вас два кварка, один в точке, и другой в точке Y. Тяжелые, тяжелые, не двигаются с места. Спрашивается, какой между ними потенциал? Вот. В электродинамике мы знаем, будет кулон. Будет кулон. Как вы находили кулон? Я надеюсь, ну, наверняка вы находили в прошлом семестре. Вы рисовали диаграмму, переходили там в нейритическому пределу, там пропагаторы единицы на квадрат, там делали фурье, получали единицы на R. Все чудесно. Вот. Но мы знаем, что мизоны это у нас сильно связанные, да? Соответственно, заряд большой может быть между кварками. Это означает, что диаграммы, как таковых, может и не быть. То есть, что такое диаграмма, это разложение, вред в теории возмущения, когда заряд мал. А вот эти заряды не мал. Спрашивается, какой будет потенциал, да? Вот. поэтому хотелось бы иметь некую формулу, которая вот-вот работает, когда заряд большой, например, да? Вот. И эту формулу я вам сейчас напишу. Выглядит она так. Значит, вот эта условность. Что? Сейчас все будет. Это просто, чтобы не писать долго. Сейчас все объясню. Логарифм, да. Дай квадратик. Значит, смотрите, V от R потенциал, ну, как от радиуса, да? То есть, вот у нас есть один кварк, второй кварк, между ними расстояние R. Так? Ну, кварк-антикварк у нас будет. Вот. Что такое это за квадратик? Вот мы возьмем... Вот. Мы рисуем такой вот... квадратик. Вот эта сторона будет T, а вот эта сторона будет R. Прямоугольничек. Значит, например, это можно вот сказать, что вот мы взяли систему координат, это ось T, а вот эта ось там, я не знаю, X1. Ну, неважно какая, да? Вот. правильно. Вот. И, скажем, один из наших кварков мы поставили вот в эту координату 0,0, а вот эту в координату 0,R. Так, или я их наоборот обозначаю? Сейчас, 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 первый R у меня, а второй T. R0. в смысле, R0. R0, да, да, R0. R0. Вот. Значит, вот мы поставили кварк-антикварк вот сюда, вот, значит, вот эта точка, это будет 0T, а эта точка будет Rt, да, вот эта вот штука с этим квадратиком от Rt, это вилсиновская петля, вот эта, так, вот по такому контуру, вот, ну, я его так условно нарисовал, чтобы долго не писать. Ну, вот, след от нее, это калибровочный вариант, так, вот эти вот скобочки, это в том смысле, что, ну, это среднее, T-упорядоченное, среднее, так сказать, ну, в вакуумных обкладках могу написать вот так, в том смысле, что, где это T, то есть это операторы какие-то от полей, да, мы вычисляем маточный элемент, так, вот, потом от него берем логарифм, делим на T, ну, с каким-то там множителем, да, делим на T, и в пределе, когда T большое-большое, T большое-большое, у нас получится потенциал, что? Минус и эпсилон, ну, это, сейчас поймете, почему, это, в некотором смысле, фейманские всякие обходы, помните, ну, вот это из той серии будет, подождите, да, в смысле, в КЭТ у вас фейманские диаграммы, я фейманский диаграмм, вы же, правильно, нет, я имею в виду, что, я не знаю, в пропагаторе у вас, пропагатор у вас, единица на P квадрат плюс Epsilon, вот это Epsilon, знаете, вот это будет связано, ну, сейчас я расскажу, просто можно, ну, ладно, об этом попозже, чуть-чуть, так, все, что здесь написано, понятно, ну, непонятно, почему, другого, вы ставите потенциал, ну, так это я вам сейчас буду полчаса рассказывать, вот, если бы было понятно, так, и не надо было бы думать тогда об этом, описать это все, чтобы к этому прийти, значит, мы сделаем первый шаг такой, он называется пропагатор дежелого кварка, или вот статического, то, что тут называется, что такое статического, это вот мы берем массу кварка и стримиминку бесконечности, да, вот, вот, берем массу кварка и стримим бесконечности, итого, пропагатор статического кварка, значит, вспомним кусок, отвечающий за кварки, с чертой, и D со шляпой минус M, с С, да, в Лагранжане, я его только что писал, вот, и вот тут хочется, скажем, эту массу, как бы, так, бесконечности устремить, чтобы взять такую вот главную часть, вот, что будет делать статический кварк, он будет стоять на месте, да, и все, поэтому вот тут производная по D0 должна остаться, она будет как-то там нам давать то, как он, а производные по X должны исчезнуть, вот, но вот если я просто массу стримлю, ну, плохо будет, ничего хорошего не будет, вот, поэтому в статическом пределе делается преобразование, вот этого Лагранжана, которое называется преобразование, фолди Ваутхайзена, вот, значит, а именно, при образовании фолди, наверное, так, вот, а именно, вот возьмем, вот такой оператор, S, равный, минус I, за 2M, FD, плюс GA, на гамма, вот такой, значит, возьмем S, я не знаю, домашнее задание проверить, что он, эрмитов, соответственно, E в степени S унитарен, так, а вот, ну, я не знаю, крест берете и смотрите, что получится, вот, и мы, вот сюда вот воткнем, вот эти операторы, то есть, вот это Psi, да, это некие поля, да, видите, что это не цветовая матрица, это чисто лоренцеская матрица, да, поэтому к цвету она не имеет никакого отношения, мы можем взять и перейти от базиса вот этого Psi к другому базису унитарно повернутому, никто нам не мешает это сделать, вот, но этот новый базис будет, удобен для перехода в нереотерапевтический предел, а именно вот так, вот наша Psi, мы перепишем через Psi штрих, это унитарное преобразование, ничего, собственно, не поменяется, только полями у нас теперь будут не Psi, а Psi штрих, так, так, вот, вот я это сюда напишу, да, нет, нет, диагонально подсвет, нет, это лоренцеская матрица, она работает в индексах этих лоренцеских, то есть, видишь, там, гамма-матрица, там, еще чего-то, то есть, это 4 на 4 матрица, но в индексах T, X, Y, Z, А, то есть, это преобразование, но 4? Да, оно делается и в КЭТ, то есть, это к КХД, оно, в общем, не особо имеет отношение, это некая общая такая вещь, значит, вот что я буду писать, я буду писать, вот тут у меня Psi крест, гамма-0, да, Psi крест, это Psi штрих крест, Psi штрих крест, т, 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 Psi штрих крест, хорошо, Psi штрих крест, E в степени ИС, значит, помножить на, вот тут будет гамма-0, да, вот сейчас вот это давайте распишем, это будет I, гамма-0, D0, D0, минус I, G, А0, вот, вот тут была гамма-0 одна, да, вот с этим гамма-0, она ушла благополучно, понятно, да, вот, минус I, гамма-0, D вектор, плюс G, а вектор, гамма-вектор, вот, а вектор, гамма-вектор, да, плюс, минус, минус M, гамма-0, так, так, вот тут вот, X, а тут, значит, E в степени и S, минус S, на Пси штрих, так, понятно, хорошо, хорошо, вот теперь, формула такая, Беккера, Хаусдорфа, ее Фаден очень любит, вот, а именно, что, E в степени A, на B, на E в степени минуса, чему равно, вот, что это B, не, это просто оператор, совершенно неожиданную природу, это, соответственно, B плюс коммутатор, я сейчас соображу, A на B, плюс коммутатор, A на A на B, плюс и так далее, и тут, соответственно, ну, будете раскладывать, получите там, 1 на 3 факториал, 1 на 2, так, сейчас, как эти факториалы-то, ну, я думаю, что, вы делали что-нибудь, типа, когда B это X, а A это P, там, какую-нибудь такую задачу, на квантах, да, ну, и где ты, какая-то чудо, что теперь, квантах, B, нет, тут вот двоечку не надо, вот тут двоечку уже надо, вот, чудесно, вот, и так далее, да, то есть, я ее не буду доказывать, я ее применю, вот у меня оператор, B, вот это вот у меня оператор A, да, ну, который в экспоненте, вот, и что я вижу, вот тут у меня этих операторов A будет все больше и больше и больше, да, а оператор A у меня содержит единицы на 2M, масса у меня большая, к бесконечности будет стремиться, поэтому вот этот вот ряд будет потихонечку вымирать, вот, единственное, что, ну, вот B у нас как остался, а вот тут будет коммутатор A на B, который, вот, вот, вот B есть масса, да, вот с этой массой сократится, вот эта масса, вот, это единственный будет вклад невымирающий, а все остальные вклады, вот после этого преобразования, которые туда дальше поют, они вымрут, при больших массах, вот так вот можно разложение по массе писать и так далее, вот, но, для нас, вот только вот этот коммутатор будет нужен, причем вот только вот с этим вот оператором, M на гаммону, так, вот, поэтому я раскладываю вот это E в степени S в ряд, беру только первый член, ну и сам B, и что я получаю? Получаю я вот что, что L будет равен, и штрих крест, значит, и D0, и G1. значит, коммутатор, гаммы 0 и гамма вектора это, я не знаю, ну, это гамма вектор там на гамма 0 плюс гамма 0 на гамма вектор, да, они антикоммутируют, поэтому 2 гамма 0 на гамма вектор, допустим, так, вот, и тут одна вторая, вот они сократятся, и благополучно вот этот член убьют, собственно, так построен этот знак, то есть я вам вдруг написал не тот, понятно, как, зачем это надо, чтобы убить вот это, так, вот, в итоге останется, останется, значит, останется минус M гамма, и штрих, вот что останется, сейчас проверю, да, именно так, плюс какие-то поправки о большой от единицы на массу, на которых мы смотреть не будем, понятно или непонятно? Хорошо, вот это уже лучше, видно, что кварк двигаться не будет, да, то есть есть только производная по времени, а по пространственным координатам вообще ничего нет, вот, соответственно, если мы хотим пропагатор такого вот кварка найти, что такое пропагатор? Пропагатор – это фундаментальное решение уравнения движения, да, уравнение движения будет, если я вот так закрою и напишу равно единице, то есть вот этот оператор действует на Пси, получается единица, это уравнение движения, нулю, нулю, да, я чувствую, что я нуль с единицей путаю, вот, понятно это? Ну, пропагаторы так получаются, то есть уравнение на пропагатор как выглядит? Уравнение движения равно нулю, а уравнение на фундаментальный, на пропагатор, равно дельта функции, да, вот мы дельта функцию сейчас и напишем, и найдем этот пропагатор. значит, и того, получается, и D0 плюс G, минус M гамма 0 на G от XT на XT X' T' равно и дельта от X минус X' дельта от T минус T' вот, вот такое, значит, уравнение на пропагатор. Как его решать? можно там, можно, но, вот если я закрою рукой вот это, что это будет? Вот это удлиненная производная, мы только что говорили про вельсинскую линию, которая является решением, да, вот, D на U равно нулю, было, да, вот, поэтому, да, поэтому коэффициент будет вельсинской линии. Дальше, от X'ов ничего не зависит, видно, то есть, вот это будет просто общий коэффициент. Поэтому я могу сказать сразу, что G от XT X' T' равно дельта от X минус X' помножить на E в степени, на T экспонента E в степени и G интеграл от T' DT значит, DT с волной A 0 от T с волной вот, помножить на какую-то функцию G маленькая, я не знаю, от T T' ну вот смотрите, подставлю сюда, да, когда я продифференцирую вот этим вот эту экспоненту, у меня спустится A, оно сократит вот это A, так? Понятно или нет? Что я делаю? Масса останется? Масса останется, она вот сюда войдет. Я просто говорю, сначала я уберу A, я знаю, как его убирать. Вот. Дифференцирую вот это, дифференцирую, вот это, у меня A0 сюда съезжается, и G, и квадрат минус единица, это сократилось, все этого нет. Вот. А вот это общий множитель, я на него вообще, обе части поделю, его нет. А, и вы получаете? Уравнение на G, маленькое. А уравнение на G маленькое будет вот таким. Соответственно, будет И D0 G маленькая минус M гамма 0 G маленькая равно и дельта от M минус T штрик. Это одномерное уравнение, но матричное. Если вспомнить гамму 0, а гамма 0, там, она может быть вот такой, да? Вот. Соответственно, вы можете сказать, что, ну вот сначала я вот верхние компоненты посмотрю, в верхних компонентах я просто гамму 0 закрыл, это у меня уравнение на число, ну, на обычную функцию, да? Вот. Как оно решается? Это некое E в степени I, M, T, да? Ответ. Вот. А на нижний компонент посмотрю, тут у меня вот просто знак поменяют перед массой. Вот. И такие уравнения вы на ММФ решали, это уравнение на фундаментальное решение, да? То есть нужно одно фундаментальное решение с одной стороны от T штрих, второе фундаментальное решение с другой стороны от T штрих и скачок, да? Единичный. Вот. Так. Ну, я надеюсь, это, значит, вы делать умеете, не умеете, откройте, так сказать, посмотрите. Я ответ напишу. Значит, ответ будет такой. Ответ будет такой. С G. от XT от X штрих от X штрих будет равен дельта от X минус X штрих значит T есть в степени G от X штрих до T 0 от T с волной с XS с волной Это вот это, да? А тут а тут будет значит чтобы не брать значит будет так 1, 2 это проектор который как раз дает только верхний индекс вот в этой матрице да? Вот этот умер это верхняя часть как я говорил 1 плюс гамма 0 значит значит T от T минус T штрих E в степени минус I T минус T штрих ну плюс 1 минус гамма 0 это от T штрих минус T E в степени I T минус T штрих одна вторая но вот это это проектор да? на верхний компонент на нижний вот то есть что мы видим мы видим что кварк стоит в своей точке да? и у него меняется некая фаза за счет вот взаимодействия с глюн да Висовской линии по-моему написал что у тебя А а это по времени идет только поэтому это просто T экспонента нет в том смысле это просто ты контур так выбрал что все все вот он контур вот он стоял тут вот он вот так идет контур чисто по времени идет вот но это сейчас мы сюда придем вот пропагатор и чудесно ну вот значит мы его вот сюда не вставим это плохо в прошлый раз я успел там следующий самый товарищ ладно все мы пропагатор вывели в следующий раз не то что можно а куда денешься в 9 значит завтра мы вот эту формулу выведем с вами все про так конкретно вопрос нет не то что почему всего 8 а все-таки про заряд глиона ну вот смотрите у кварка заряд ну ТА на Ж если хотите да вот в вершине мы с вами говорили стоит да то что будет стоять у глиона вот в такой вершине тут тоже будет стоять Ж на самом деле если быть на ТА все вот потому что вот тут индекс И индекс Ж индекс А вот тут будет индекс А индекс Б индекс С БС вот то есть заряд он будет вот эта Т-матрица да она вам говорит в ней какие-то там единички какие-то нули она вам говорит что такой с таким взаимодействует с зарядом Ж а вот такой с другим там не взаимодействует там 0 стоит в этом месте да в этой матрице поэтому вот вот этот заряд но не все со всеми там взаимодействуют а вот через матрицу ну здесь так же вот только матрица другая понятно ну хорошо еще вопросы про 8 леных а девятого нет потому что группа специально я же говорил одно условие вылетает если вас группа у 3 это у вас будет 9 а у вас группа с утре красный зеленый ну как говорится когда это делали меня не спросили это я не могу все было